Доброе утро, добрый день, Ростов. Знаете, я хочу начать с того, что мы сами когда-то знакомились с этим бизнесом через историю других людей. И если вы несложно новым людям, кто первый раз, можете поднять руку, кто первый раз на таком мероприятии? Спасибо большое. Мы знакомимся с этим бизнесом, знакомясь с историями людей. И когда-то, когда мы начали это предпринимательство, я слушала тоже такие же истории. И я слушала о том, кто эти люди, чем они раньше занимались, какие у них профессии, как они познакомились с этим предпринимательством, почему они согласились его развивать, почему они решили его развивать, что они получили из этого предпринимательства, почему они продолжают его развивать, знаете, ну поразвивали-поразвивали, можно было и бросить. А почему они продолжают? И для меня это всегда было интересно, потому что я так изучала этот бизнес. И поэтому, наверное, мы тоже стоим на этой сцене, для того, чтобы те, кто пришел первый раз, и может быть и не первый раз, чтобы вы тоже, может быть, вам это помогло разобраться, даже не то, что с этим предпринимательством, а может быть, со своей жизнью разобраться, что вы хотите в этой жизни, насколько вас устраивает то положение, которое на сегодняшний день есть у вас, я не знаю, и стоит ли вам вплести в вашу жизнь вот этот какой-то новый вид деятельности для себя. Потому что для меня, я вот инженер по образованию, для меня это был абсолютно новый вид деятельности, который я абсолютно не знала, и это была для меня как вторая новая работа или первая новая работа, просто новый вид деятельности, в котором мне все пришлось осваивать, как бы заново все это изучать и получать какие-то навыки. Ну, немножко расскажу, мы вот так вдвоем немножко расскажем нашу историю. Начну чуть-чуть издалека, да, вот пару слов скажу о своем детстве, оно, конечно, было простое, советское, как у многих сидящих в этом зале. Ну, такое обычное. И вот пару вещей, которые мне помогли из детства, это то, что я не любила бросать начатое. Не знаю, знаете, я не то, чтобы никогда не бросала начатое, такого, наверное, не бывает, я бросала начатое, но у меня внутри всегда было некомфортное чувство, если я что-то не доделала. Это вот такое с детства. Я окончила художественную школу, я занималась спортом. А второе такое, знаете, моя мама всегда говорила одну и ту же фразу, ну, она много фраз говорила, но одна была такая, наиболее используемая. Она мне, конечно, в детстве не очень нравилась, но это мне помогает по сей день, потому что эта фраза звучала так. Никогда не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Ну, такая классная фраза для детей. Но я вам хочу сказать, в связи с этим у меня в слабой степени болезнь откладывания на потом. И я хочу сказать, что да, это мне в жизни очень помогло, хотя у меня было обычное детство. И, знаете, вопрос выбора, он всегда достаточно, ну, как бы, не всегда простой. И тот, кто первый раз, вы тоже на таком пороге выбора определенного. Стоит вам дальше изучать это вообще? Стоит ли вам этим заниматься? Потому что дело даже не в том, что есть время или нет. Стоит ли вообще что-то вплетать в свою жизнь, тратить, знаете, голову, мозги там в то же время на то, чтобы что-то, ну, как бы, это стоит того или не стоит того, да? И вот у меня была такая, одна из таких серьезных выборов, это когда я выбирала профессию. Я окончила художественную школу, в принципе, я хотела, ну, продолжить по этому пути пойти. Я собиралась поступать на худограф, художественно-графическое отделение пединститута. Ну, мы такие взрослые с мужем, когда у меня был такой выбор, не было всех этих там супер-упер-дизайнерских там отделений, каких-то интересных. Все было просто, либо учитель рисования, да, либо художник-оформитель. И вот знаете, вот перед тем, как уже, то есть я, представьте, я окончила художественную школу, я продолжала заниматься рисунком, потому что надо было продолжать рисовать, чтобы навыки не утрачивать, но развивать их наоборот, да. Мне все поручили там легкое поступление. Ну, я всегда была хорошей ученицей, в принципе, не то, что там прям какой-то невероятной отличницей, но мои дети лучше учатся, чем я. Но это тоже было неплохо, но я передумала, потому что я, не знаете, как вот, я не видела перспектив для себя. Я не хотела быть учителем рисования, и я не хотела быть художником-оформителем на заводе или на фабрике. Я тоже таких видела, и тоже они меня что-то не воодушевляли. И еще я была на практике, знаете, вообще практика – великая вещь, можно увидеть то, что ты не хочешь. И у нас были такие, ну, мы ходили куда-то на практику, там, 9-10 класс, и нас привели, я помню, на фабрику ростовскую швейную, где художники-дизайнеры работали. Я как посмотрела, что они рисуют, думаю, нет, я такое не хочу. И чтобы потом это шилилась, и никому, и никто не покупал, да. И, знаете, я год у меня ушел, я пошла, поступила в другое учебное заведение, проучилась год, ушла оттуда. И поступила в этот институт, он тогда назывался институт машиностроения, опираясь на свою большую любовь к математике. И так я стала инженером. Да, вот знаете, вот, правда, жизнь интересная штука. Хотел быть художником, стал инженером. Знаете, я к тому, что это не страшно менять направление. Может быть, не так страшно, как это иногда кажется. Это, знаете, такая есть опасность, быть заложником своего образования и вложенных лет во что-то. Вот я много таких людей встречаю сейчас. Это люди-заложники. Знаете, я выучился, не дай бог, вообще очень уважаю, но не дай бог на доктора. Почему не дай бог? Потому что это же не просто, знаете, пять лет получилось. Это еще сколько-то, еще сколько-то. Потом, значит, работал там не совсем доктором. И потом, наконец, стал доктором. И как я теперь буду заниматься темным, когда уже столько вложено в образование, в профессию, например. И вот такие выборы. Они всегда будут стоять перед нами. Но я вам хочу сказать, может быть, не стоит там драматизировать, а стоит быть более гибкими. После института, во время, ну даже в начале своей студенческой жизни мы познакомились с Дмитрием. И ровно неделю назад было 30 лет, как мы знакомы. Представляете? Не, вы не думайте, нам не 150 лет. Чуть меньше. Ну вот. Ну, тоже так интересно. И после окончания институтов, он учился в одном техническом музее, я в другом. Мы поженились. И мы хорошо распределились. Мы такие древние. Тогда еще было распределение. Я распределилась в хороший, знаете, престижный военный проектный институт. Я не знала, что такие есть в Ростове, но, оказывается, такие есть. Знаете, такие, когда ты заходишь, ты такой... А мы были такие, знаете, мы слышали группу «Аквариум». Мы... Я ходила. Я считала, что круто ходить в этих... В кедах, вот. В кедах круто ходить. Я не ходила в туфлях. Я ходила в кедах, в джинсах. У меня был рюкзак. Я была страшно модная. Я пришла в институт проектный военный. И там написано плакат «Болтун, находка для шпиона». Я думала, что это шутка, потому что я такое видела только в кино. Оказалось, все серьезно. Да, мой муж, он остался работать в том институте, в котором он учился. Он был таким отличником. Да. Ну, питаю страсть к умным, ничего не могу сказать. Что есть, то есть. Знаете, я, в принципе, потом долгие годы, когда я работала уже на других работах, я с ностальгией вспоминала работу в этом институте, потому что по одной простой причине – там надо было думать. Это было интересно. Ну, началась конверсия. Знаете, мы в такое интересное время окончили институт и поженились. Ну, классное время, потому что это было время, знаете, перестраиваться, потому что была перестройка. И все перспективы, которые были в начале нашего такого пути, трудовой такой жизни, они как-то тоже перестроились, эти перспективы. И все, что было перспективно, стало не перспективно, а то, что отродясь никто не знал и опыта не имел, то стало перспективно. И мы открыли свое рекламное агентство. То ли мы были такие молодые, то ли мы были такие храбрые, то ли мы всеобщему ажиотажу поддались, то ли мы такие были гибкие, то ли денег хотели. Ну, наверное, все вместе, знаете. Мы решили попробовать, опираясь, представьте себе, опираясь на одну вещь, на то, что я когда-то окончила художественную школу. Ну, правда, повод открыть рекламное агентство. Знаете, как в 12 стульях. Ты рисовать умеешь? Вот я умела рисовать. И, знаете, вот это, конечно, ужасно забавно, потому что мы были, ну, полные дилетанты, полные, но, тем не менее, первая наружная реклама на транспорте была наша в Ростоле. Троллейбусы через трафарет в троллейбусном депо, сделанные собственными ручками, с какой-то рекламой ездили. Первые были наши. И, знаете, мы сделали три вывода из этой, знаете, уже давно нет этого агентства, конечно же, оно давно закрыто, но три вывода мы сделали. А, что это возможно? Вот представьте, мы два инженера, при чем здесь рекламное агентство? Ну и что, что художественная школа? Вообще бред, да? Ну что это возможно? Знаете, можно замахнуться, как и нас. Ну и что, что вы никогда им не занимались? А кто занимался? Мы тоже им никогда не занимались, пока не начали заниматься. Это возможно. А, Б, это дает больше, чем наша работа. Вот мы тогда при всем своем дилетантстве зарабатывали в два раза больше, чем на работе, вот, да, вот в этом, на своих заказах. А третий вывод, который мы сделали, что все наша ответственность. Кто, знаете, найти заказы, кто нам что-то закажет, как это исполнить, кто это исполнит. Но зато и вся награда наша, знаете. Это тоже был хороший такой третий вывод. Я вам хочу сказать, ну, жизнь есть жизнь. Вот так вот это, ну, что, что вам вы, это просто вот плюс еще, и если вы рассмотрите, возможно, вы полюбите именно эту возможность для себя, да, именно этот вид деятельности. Ну, потом, знаете, это предпринимательство пришло ко мне лично в такую пору в моей жизни, когда я просидела дома 7 лет с нашим первым ребенком, да, вот с нашей дочерью, она вот сейчас присутствует в этом зале, ей сейчас 18 лет. Ну, я, знаете, не то чтобы просидела, я, конечно, не просидела прям так, чтобы просидела, потому что куда я только не ходила, знаете, ну, мне так смешно, конечно, когда у Мищи девать некуда, я тут и на курсах искусствоведения, я тут и на английском, и тут на танцах, и девочку свою везде водила, куда только моя девочка хотела ходить и не хотела ходить, и везде мы ходили. Но, знаете, вот это пришло в такое, я, не, я выходила на работы, просто, знаете, были такие, я не знаю, как сейчас в наемном труде, я уже давно не работаю в найме, и страшно этому рада, но раньше было так, например, я прихожу, меня спрашивают, у вас есть маленький ребенок? А я так с гордостью, ну, любая мама, она, ну, да. Они говорят, болеть можете вы 3 дня. То есть, если болит ваш ребенок, мы тут ни при чем. Кто с ним будет сидеть, нам тоже неинтересно. Болеть можете вы только 3 дня. Угу. Ну, угу. И знаете, а мой муж, он резко сменил свой вид деятельности, он вам немножко потом расскажет. И он, знаете, мне говорил, его не было дома. Ну, то есть, вот тут, как он только сменил, его тотально не было дома. Он вообще так, ему хорошо, он жаворонок. Он 6 утра вставал, сразу уходил, приходил как сова. И я вам хочу сказать, приходило тело. Да, то есть, ну, не то, что прям всадник без головы. Ну, то есть, голова, она как бы была, но как бы она вообще была не с нами. Она все время думала о чем-то нам неведомом. Да, то есть, это, конечно, я вам честно скажу, это не улучшает семейных отношений. Никогда. Не знаю, может, я такая уникальная, только у нашей семьи такое было. Я не знаю, может, у вас такого нет. Но если ваш муж предприниматель, то, скорее всего, домой приходит тело. Если женщины вы предприниматели, то к вашим детям тоже порой приходит тело. У нас была такая ситуация. И я там, конечно, пыталась как-то работать, но он мне как-то сказал, слушай, ну, если меня нет дома, если еще и тебя не будет дома, то кому все это нужно? А знаете, женщины, они перед такой вилкой стоят. Ну, либо карьеру делать, либо успевать с детьми заниматься. Ну, как-то их там, знаете, вот, ой, у вас такие умные дети, там, знаете. Нет, дети все умные, дети все талантливые. Если ними вовремя заниматься, знаете, если в них вкладывать, тогда с ними все хорошо. И вот, знаете, пришло такое предложение этого бизнеса. Я вам сразу скажу. Я, да, вот вы помните, знаете, инженер, он до сих пор живет во мне. Крепко так он там обосновался. То есть это вот, мне так правильно подали информацию, что я сразу не поняла, что это он и есть, вот этот такой странный вид деятельности. Знаете, странный такой бизнес для людей. То есть я так, ну, мне рассказали, что можно делать покупки. Мне сказали слово экология. Думаю, ну, не, ну, хорошее слово, ничего о нем там толком не знаю, но слово неплохое. Ну, это лучше, чем не экология. Ну, то есть за покупки возвращают деньги. Ну, я так, знаете, ножку вперед и сказала, я продавать, а, не люблю, б, не умею, в, учиться не хочу. Знаете, какая мечта спонсора. Ну, она так посмотрела на меня и сказала, ну, покупать хоть умеешь? Не, ну, покупать я всегда умела. Я вообще оттачиваю мастерство в этом плане. По сей день. Поэтому, знаете, я думала, у меня такие мысли проносились в голове, что мне не делают каждый день предложения. Раз. Потом, а вдруг, это правда какой-то бизнес будущего, я тут, знаете, буду такая умная, так продолжать сидеть дома. А люди как-то деньги начнут зарабатывать, знаете, вот такие смешные мысли. Ну, потом, ну, никакой производитель за мои покупки не предлагает мне деньги какие-то возвращать из-за моей рекомендации. Ну, подумаешь, ну, и рекомендуем мы иногда, если научиться это как-то там профессионально делать. Но я, правда, не представляла, как это можно научиться делать профессионально. Ну, думаю, ну, в принципе. Потому что мне сказали, ну, есть технологии, есть обучение. Ну, прекрасно. Думаю, не совсем, что я совсем уже так, что совсем со мной было все плохо. Чему-то же я могу научиться еще. Потому что, знаете, вот у меня была такая пора, когда я готова была получить второе высшее образование. Там, не знаю, ну, просто не представляла. Я уже, честно говоря, мой энтузиазм по отношению к наемному труду, он изменился. Он упал. То есть я, меня не грела мысль просто ходить на работу куда-то за зарплату. И даже если эта зарплата будет на 5 тысяч больше или на 10, чем была, и даже на 30, это, знаете, глобально погода не делала тогда для меня. Мы, знаете, когда я пришла в бизнес, мы уже с голоду не умирали. Как-то мы встали на ноги, ну, он встал, да, которого не было дома. Мы прицепом тоже вместе с ним. То есть можно было по сей день сидеть, листать журнальчики, глянцевые, да, про рецепты разговаривать с подругами и про там, у кого, как долго были сопли, да, там, у детей. Или там, что в школе, какие оценки там и как вообще дела идут. В принципе, можно было по сей день. Но я была, у меня было такое чувство острой нереализованности. Я задавала себе вопрос, Иита, вообще ты кто? Ты кто в этой жизни? Я не умела зарабатывать деньги. Меня это тоже напрягало. Я думала о том, что еще чуть-чуть и любовь, если даже останется, это неплохо, а где бы уважение взять к себе, да, знаете, я бы хотела быть в этой жизни вообще кем-то, что-то из себя представлять. Я хотела, чтобы мои дети, когда вырастут, меня уважали, чтобы им было о чем со мной поговорить, потому что, знаете, я понимала, те мои подруги, которые таки делали карьеру, они что-то обсуждали с мужем, с моим там какие-то, у них было о чем поговорить, знаете, а я, знаете, вот как у Райкина, закрой рот, говорит, я все сказала. Да, то есть меня это вообще не устраивало. И не потому, что мне понравился Амвей, да, вообще я о нем ничего не знала, до сих пор, вот да, вот просто я понимаю, что вот ряд причин, знаете, готовность встретилась с возможностью, а возможность – это состояние ума. У меня, видимо, такое было состояние моего ума на тот момент, что мне уже надо было вот просто вот, я была готова рассматривать даже то, что мне точно не подходило. Почему? Потому что у меня нет образования, и у меня нет навыков в работе в этом предпринимательстве, я ничего не умела, я вообще была не подготовленная к этому бизнесу абсолютно. То есть у меня не было профессий таких как страховой агент, работа в недвижимости, работа там в туристическом бизнесе, где надо было звонить, делать предложение, что-то объяснять, да, вы понимаете, о чем я говорю? То есть я инженер, и работы мои такие были. Я никогда не умела работать с продукцией, никогда. У меня не было ни одного навыка для этого бизнеса, ни одного. Я вообще не такая. У меня не такой характер. Я не умею, знаете, я не умею выйти на улицу и познакомиться сразу со всеми. Я вообще тяжело знакомлюсь по сей день, как бы, ну, уже лучше, конечно. Но не так, что там прямо раз, и все, там я вышла, я всех знаю уже там. Но я вам хочу сказать, никогда навыки не будут в этом предпринимательстве стоять на первом месте. На первом месте всегда будет стоять характер. Всегда. И у меня была причина для этого бизнеса. Я хотела кем-то быть. Я хотела финансовую устойчивость, я понимала, что один источник доходов хорошо, а два лучше для семьи. Я хотела уважения, я хотела кем-то быть, я хотела себя внутри уважать, хорошо себя чувствовать. Понимаете? Поэтому навыки, это дело такое. И я стала пытаться развивать это предпринимательство. Знаете, вот мне лично повезло. Во-первых, я подключилась в группу, у нас с вами, со многими есть общие спонсоры, это Татьяна Владимировна, Александрова. У них всегда была очень крепкая позиция. И, знаете, ну, дело даже не в этом, потому что я вообще с ними вначале не была знакома, но мне повезло в том, что я никогда не была единственной у своего спонсора. То есть, мой спонсор, наши спонсоры на сегодняшний день изумруды основатели, и мы никогда не были единственными. И нами никогда не занимались, знаете, вот так, чтобы, ой, давай поговорим о мечте, да у нас с тобой все получится, да у тебя нет списка, беденькая девочка, да вы же, я тебе буду помогать. И вот, знаете, то есть, готовы были помогать, все готовы были помогать, но никто не собирался мне годами вытирать слезы, понимаете, и все остальное, да, если я буду в каком-то расстройстве. Мне со мной делали правильные вещи, мне дали книги почитать, а они мне понравились, думаю, глянь, какие умные книжки классные. Я побежала к мужу с этими книжками, да, он вообще одобрил, он сказал, занимайся. Он вообще был очень позитивный, он так обрадовался, потому что до этого несколько лет была песня «А давай мне тоже что-нибудь придумаем», какой-нибудь бизнес. При слове «Еще один бизнес» он грустнел, и начинал терпеливо мне объяснять, что такое бизнес. «Тебе придется с вот этими инстанциями, значит, тебе придется вот это организовать, тебе придется вот это». И я так смотрел на меня и говорю, «Ты готова?» И я такая, «Рита, ты готова?» «Не знаю, не знаю». Да? И когда что-то, вот это появилось предложение, причем мне предложила молодая женщина, почти можно сказать, девушка по сей день, которая училась с ним. Она не была ни моей подругой, ни моей соседкой, ни моей сестрой, ни моей сотрудницей. Это было, знаете, просто студенческое знакомство. Он ее больше знал, чем я. И мы не видели сто лет. Вот понимаете, откуда люди берутся? У вас есть люди, которых вы не видели сто лет, и вообще у вас с ними слабое знакомство. Это могут быть ваши хорошие партнеры. Кто знает? Представляете? Я просто, знаете, якобы основывалась на том, что, ну, мне казалось, что она делает неплохие карьеры. Думаю, ну, вряд ли такой человек будет какими-то глупостями заниматься. Знаете, вот такие мысли. И мы никогда не были у них одни. Они там, как бы, да, они нам готовы были. Они просто делали правильные вещи. Они нам дали, тогда были кассеты, кассеты послушали. Знаете, кассеты тоже. Я послушала, мне понравилось. Особенно, где было весело. Особенно, история успеха. А что там, там не надо как-то напрягать долго мозги, там все так весело, там шутками какими-то, да. Потом мне дали кассету Джима Дорнана. Сказали, это самая лучшая кассета. Я очень прониклась, послушала, ничего не... Знаете, слова знакомые, а смысл не понимаю. Я еще раз послушала. И так пять раз. И знаете, мне уже стало как-то страшновато становиться дома. Боже, Рита, что с тобой не так? Это ж надо тогда сидеться дома. Ты не можешь вообще пересказать, о чем человек говорит-то. Понять не можешь. Но я вам хочу сказать, я терпеливо слушала. Вот это, знаете, из детства. И на пятый раз он мне понравился. Я пришла и сказала, какая классная посетка. Знаете, тоже такой звоночек. А еще меня приглашали на открытые информационные встречи. И я ходила. И я, знаете, приходила, видела, что есть какой-то такой, ну, такой коллектив какой-то даже трудовой, да, такое сообщество, где люди как-то рады друг другу, обмениваются новостями, там друг друга знают, что-то там как-то там общаются так позитивно, где не говорят о проблемах, где говорят о каких-то возможностях, о перспективах, о будущем. Мне это все очень нравилось. Я, конечно, была чужая на этом празднике жизни. И вы знаете, вот я не то, что никого не могла привести на такие встречи. Мне бы себя привести, вот я себя водила туда. Сначала я себя водила туда. На чувстве ответственности. Мне, знаете, еще такое помогало чувство. Мне было всегда стыдно сказать спонсору, что я, что у меня не получается, что у меня нет списка. Мне было как-то неудобно, как-то неудобно, вот неловко. Я даже до сих пор удивляюсь, когда взрослые люди даже с гордостью как-то так говорят, чего у них нет. И что у них не получается. Мне как-то всегда было неловко. Меня спросят, как дела? Я хорошо? А что хорошо? Ничего хорошего, конечно. Потому что ничего не получалось. Но я ходила, знаете, я садилась, приходила, садилась. А через 10 минут думала, не рида, ты молодец, ты в правильном месте, ты среди правильных людей, сюда надо приходить. Мне, знаете, надо было восполнить вот эти 7 лет. Я не знаю, что. У каждого своя история. Есть люди, которые очень быстро строят бизнес. Мы не строили его быстро. Но я ходила, ходила, давала читать что-то мужу, он пользовался продукцией, все хвалил, говорил, молодец, давай, давай. Через месяц я хотела, конечно, все это бросить. Знаете, у нас тут вообще бизнес о лидерстве. У нас книги о лидерстве. У нас много звучит это вообще понятие. И говорят, лидеры никогда не бросают начатое. Слушайте, я не была лидером. Потому что я хотела бросить через месяц. Я думала, что я так мучаюсь за свои собственные деньги. Я понимала, что это вообще не... Как до китайской стены. Понимаете? И одна такая мечта была сполна. Я не знаю, как она на меня смотрела тогда. Понимаете? Я помню... У меня вообще... Я абсолютно не умела работать с продукцией. Я вообще себе слабо представляла, как это с каталогом не буду ходить. Или как я это буду предлагать вообще. Но инженеров на это не учат, честно вам скажу. И характер у меня не тот. Но я помню, как я сделала свою первую продажу. Так уже уперлась такая. Что ж такое? И, значит, своему преподавателю по английскому я что-то так рассказывала. Самозабвенно. И она, значит, такая загорелась и купила. Боже, я такая счастливая была. Вы не представляете. Я так думаю, господи, взрослые, интеллигентные люди. Радуются, как дети. Вас что-то продали. На 40 баллов. На 40 баллов. Дима помнит. Нет. На мое смешное вечером было. Когда она мне позвонила, попросила обратно деньги и забрать продукцию. Вы не представляете, какая... Я не расстроилась. Думаю, я расстроилась. Я не расстроилась. Я так разозлилась. Я так упела. Думаю, Дарита, да что с тобой не так вообще? Ты что вообще? У тебя руки, ноги, голова, ты вся в комплекте. Ты что, не можешь какую-то продукцию несчастную продать. Знаете, у меня было две цены в этом бизнесе. Две цены. Товарообороты, список. Тут такие есть? Я ваша надежда. Потому что эти вещи у меня не получались. И знаете, еще такую умную вещь сделала. Я на свой первый уикенд семинар не поехала. И то, что я вообще стою на этой сцене сейчас, это вообще... Это чудо, что я уцелела. Это потому, что я пришла через месяц, сказала мужу, я не хочу, я не буду заниматься этим бизнесом. Мне нравятся результаты, но мне не нравится, как он делается. Но, знаете, я потом в умных книжках прочла, что успешные люди, они на результат ориентируются, они успешные на процесс. Нравятся мне, не нравятся, мне это некомфортно. Но я, знаете, и не претендую, что я была успешной. Я же не была успешной, понимаете? Но мой муж, он, знаете, перепугался как-то, думает, боже, это сейчас уже на счету свою песню, чем мне заниматься. И он так мне говорит. Слышишь, ну а что ты вообще? Ножку подняла, еще даже шаг не сделала, уже в кусты. Но я такая вспомнила, еще маленькая, но гордая птичка. Думаю так. Стыдно, как-то мне стало сдаваться сразу. Я думаю, так полгода я буду делать все, что они говорят. И при этом не поехала на уикенд. Как вам нравится? Знаете, как в том анекдоте, точно, сейчас я брошу все свои дела. Знаете, как домохозяйки. А там такие, дамы, дамы, хозяйки такие. Они говорят, вы что? Чуть ли не милочка. У меня абсолютно нет времени. Я говорю, ладно, я вас понимаю. Кастрюли, утюг, все такое. Вот так я сейчас брошу все свои кастрюли, все свои утюги, понимаете. И поеду на ваш семинар. И я просто уцелела чудом. Потому что книги, диски, открытые встречи и вот такие БиБиС-семинары. Я уцелела чудом, потому что я приходила в офис к своему спонсору, а Марина Золочевская, я на нее смотрела, она тогда уже была звездой. Она говорила, о, у Юли появились хорошие ребята. Я так, хорошие ребята, это мы. Мы хорошие ребята. Мы же не можем теперь. Нам надо соответствовать. Они так, знаете, вообще на их семьях, мы выросли в этом бизнесе, на семьях многих тут сидящих в первых рядах, это вот они. Я помню вас всех, кто выходил на сцену тогда, чьи открытые мы слушали. Это правда. И вот это, наверное, меня удержало. И мы поехали вместе на следующий викинг-семинар уже с Димой. Потому что, ну знаете, как говорят, найдите умнее себя. Тяжелая задача, конечно. Ну что, знаешь, так посмотришь, смотришь, кто же это умеет тебя. И я такая, он. Предприниматель? Предприниматель. Отличник? Отличник. Красный диплом там, все такое. Преподавал. И вообще, уважаемые люди, в глянце уже печатают. И, знаете, я не пыталась там его шантажировать или... Не, ну конечно, на больные места-то нажала, конечно, что там говорить. Я сказала, слушай, мы так давно с тобой не отдыхали вместе. Главное, таким голосом правильным говорить. Но это было все правда, понимаете? Мы правда долго, там сто лет не отдыхали вместе. Я говорила, слушай, ну люди там, это вообще семейный бизнес. А он такой позитивный, всегда меня встречал со встреч, привозил, отвозил. Я, правда, рассказывала о том, что там происходило, как выделилась своими впечатлениями позитивными. И я говорила, слушай, там семейные пары, я буду как одинокая гармонь там. Давай как-то, ну, поездишь. Потом я говорю, слушай, какая разница, каким люди бизнесом занимаются. Там будут выступать успешные люди. Если они успешные, у них уже есть чему-то поучиться. Ну, логично. Не, ну и правильные доводы такие, логичные. Так раз, раз, раз. И он взял и согласился. Ну, это было так классно. Потому что, знаете, я, в принципе, была позитивно настроена к бизнесу. Но, знаете, у меня вот с детства такая страсть от моих родителей, которые всегда хотели жить лучше. Лучше, чем они живут сегодня. Вот всегда они хотели жить лучше, чем они живут сегодня. А у нас очень простая семья. Никаких там звездностей. Обычные родители советские. Просто у них было такое всегда желание улучшать свою жизнь. Они всегда делали ремонт и по сей день бесперестанно. Один заканчивает, самого начинается. Все что-то улучшают. Все должно быть красиво, там, ухожено. И вот, знаете, у меня была такая... Больше всего я боялась скучной, неинтересной и бедной жизни. Больше всего. Я не могу сказать, что мы уже тогда не жили бедной жизнью. Но скучная, неинтересная, для меня это было. И я всегда мечтала о какой-то полноценной, красивой жизни, где интересные люди, где красивые путешествия. И, знаете, вот я приехала на уикенд. Я вдруг увидела, что это правда. Что это все правда. Что это все есть. А самое главное, что это есть для обычных людей. Для обычных. Не для каких-то вот супер-пупер звезд, которыми я никогда не стану. Потому что, ну, уже, знаете, в 35 уже не станешь. Вдруг, внезапно, нет, ну, есть такие люди. Но мы-то не такие. Но я-то не такая. Я-то знаю, что я не такая. И тут я приезжаю. И там и медсестра, там, изумруд. И, ну, предприниматель какой-то изумруд. Ну, просто предприниматель. И какой-то прямо большой такой супер-пупер-предприниматель тоже кто-то тут. И инженер, и доктор, и абсолютно разные люди. Знаете, вот этот тотальный успех, он меня просто вот заворожил. Я вот смотрела тоже, знаете, чьи-то ролики, чьи-то путешествия. Конечно, я смотрела и думала, живут же люди. Больше всего меня раздражало. Не то, что раздражало, а подкупало, наверное. Это их, знаете, такие на отдыхе не обремененные тяжелыми мыслями лица. Вот они какие-то были нагло свободными, знаете. Вот они какие-то были такие, ну, как будто вообще. Никто не звонит, у них нет ретелефона с тобой, знаете. Вот они там с детьми отдыхают, какие-то путешествуют по миру. Так у них такой классный бизнес. Он их за горло не держит. И у них все классно. Вот это меня, ну, я что, жена успешная, но предпринимательная была, знаете уже. И вот это была такая отправная точка на самом деле в бизнесе. И после этого викинг-семинара, знаете, мой муж, он там просто вот претерпевал, каждый день, три дня семинар, он претерпевал прям изменения такие видимые. Потому что он сначала сидел так, потом он сидел, ну, как-то уже расслабился второй день, а третий день сидел вот так. И моя, единственный партнер толкала меня в бок и говорила, смотри, 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 мыслитель, мыслитель, он думает, видишь, ему нравится, твоему мужу. Вот. И на следующий викинг мы приехали, нас было 13 человек. И вот с этого, знаете, это был такой вот запуск. И у нас никогда не строился быстро бизнес, ну, в каком-то своем среднем темпе. У нас очень многие вещи не получались, знаете, у нас такая история, как у нас не получалось. Не у всех такие истории, но у многих, я вам хочу сказать, у многих. И до уровня 21 мы шли два года. И, знаете, жизнь, она была разная. Просто мы к этому предпринимательству, ну, знаете, как бы не оставили его там, не пытались найти для него время. Знаете, многие вот годами пытаются найти время для этого бизнеса. И оно не находится. И это такое, ну, как бы такое хобби для многих, да, ну, свободное от работы время. А знаете, хобби, оно забирает деньги, оно не дает деньги, оно обычно забирает деньги. И вот для многих, а мы нет, мы это как-то вот там, ну, на второе место хотя бы, на первое место там, да. Мы никогда не строили и никогда не хотели. Мы нарушали баланс, но никогда не хотели строить этот бизнес за счет детей. Это вообще отдельная моя тема, знаете. Мы никогда не строили, я никогда. Я продолжала водить, да. И вот до уровня 21, когда мы шли, я ждала второго ребенка, и погиб мой брат родной. И через месяц или там полтора мы закрыли уровень 21. Вы знаете, вот как вам сказать, были хорошие, как, ну, в скобках, да, так, хорошие причины, ну, и все бы поняли, да, остановиться там. Я вам даже передать не могу, насколько эмоционально это было тяжело. Но мы всегда переставляли ноги. Мы просто переставляли ноги. Не, мы не бежали там, да, я не могла бежать в это время. Но ноги я переставляла. Все равно, потому что были партнеры, была ответственность, были спонсоры, которые поддерживали. Слушайте, когда у людей что-то происходит, люди выходят потом на работу, они продолжают работать или все? Люди, правда, никто не, понимаете, этот вопрос отношения, приоритета. Ведь, правда, никто, если пошел, вот сейчас идут ливни, да, периодически. Вот с утра пошел ливень, ты вышел на работу, тут ливень, ты вот это, значит, опаздываешь уже, ты такой разозлился, да, ну, не пойду на работу, развернулся, да, вот, а что, ну, вот ливень, что я могу сказать, и пошел домой. Вспомните эти заносы, да, зимние. В пять утра люди приходили домой, пили кофе и в шесть утра выходили на работу. Друзья мои, вот если такое отношение в нашем бизнесе показывать, то мы просто, вот тут у нас зал бриллиантов, знаете. У нас были хорошие события, у нас были трагические события, но мы продолжали, мы продолжали двигаться, переставлять ноги, потому что мы верили в то, что этот бизнес нам даст другой, другой жизнь, другой образ жизни. И это оказалось правдой. И я хочу, чтобы вы знакомились с моим любимым супругом, который мне, с которым, конечно, команда, этот бизнес пошел совершенно по-другому. Спасибо. Ну, если начать сначала, да, я даже подгляну в записи. Я тоже родился, вот, и у меня тоже было простое советское детство, и вот сейчас, немножко оглядываясь на ту жизнь, которую прожил, я понимаю, что, в принципе, всегда, вот, в разные моменты жизни я шел за перспективой. За той, которая мне нравилась, то, которую мне рисовали люди, которые, вот, знаете, так повезло, попадались на жизненном пути, энтузиасты своего дела. Когда я учился в школе, я несколько лет серьезно очень занимался спортом, потому что мне нарисовали хорошую перспективу. Мне сказали, что спортсмены, они много есть, это они смотрят мир, это уважаемые люди, у них есть какие-то дополнительные возможности, и мне это нравилось. Да, это стоило большого труда, да, это были ежедневные тренировки, но наступил потом момент, когда в выпускном классе, в школе, я уже хотел каких-то больших результатов, но пока их не показывал, я решил, что, наверное, у меня не получится, наверное, стоит бросить. И я оставил спорт, хотя потом, через несколько лет, в разговоре со своим тренером, я узнал, что уже был, ну вот, за полшага, буквально до того, чтобы результаты, которых я хотел, чтобы они появились. Я сделал очень для себя, я считаю, полезные выводы, что не надо бросать, когда тебе трудно, нужно продолжать. Я поступил в железнодорожный институт, мне очень нравилось учиться, ну, мне всегда нравилось учиться, и там тоже попались классные, хорошие преподаватели, я был таким активным студентом, и когда я заканчивал, мне предложили остаться в этом же институте, на одной из кафедр работать, поступить в аспирантуру, и тоже нарисовали другую перспективу. Мы сказали, что преподаватели, это такие люди, у которых вообще очень интересная жизнь. Они всегда среди молодежи, они все время что-то изучают новое, они что-то разрабатывают, то есть есть пища для ума, да, и классная такая атмосфера, и опять же, если получить ученую степень, то у тебя будет пенсия выше, чем у других. Я подумал, ну, слушайте, классная перспектива, повышенная пенсия. Да, ну, тогда мы так рисовали себе свою жизнь, потому что для абсолютного большинства других вариантов не было. Я там остался, и мне очень нравилось, и приходилось себя испытывать в каких-то необычных ролях. Была в жизненном видео одна такая фотография, где у меня такие длинные волосы, не такие, как сейчас, и вот в таком виде я первый раз вошел к студентам в аудиторию как преподаватель. Ну, это было очень неформально в те времена, сейчас немножко по-другому. Но, знаете, наступила перестройка, и перспектива изменилась. То, что раньше казалось очень многообещающим, перестало быть таким, к сожалению. Но, наверное, в этом мы с Маргаритой очень близки, мы всегда хотели жить лучше. Каждый сам для себя, и потом вместе мы всегда старались улучшать свою жизнь. Мы стали крутить по сторонам головой, да, рекламное агентство, мы что-то еще предпринимали, какие-то делали попытки, и, знаете, появилась еще одна перспектива, совершенно неожиданная для меня, когда пришел один наш знакомый, муж Риты на однокласснице, и он доктор-стоматолог, и он предложил мне сменить сферу деятельности, и пойти в стоматологическую клинику, работать, ее управлять. Да, вот представьте, где рельсы и где зубы. Когда-то Маргарита эту такую, уже крылатая такая фраза, она ее произнесла, ну, не смежные специальности. Абсолютно. И что нужно было? Нужно было оставить все, во что ты вложил. Я 6 лет до этого проработал в институте. Нужно было это оставить, и уйти, и начать с нуля. Абсолютно в новой сфере. Я попытался оценить перспективу. Я пришел к такому выводу, что стоматология, в общем-то, это вечный бизнес. Если его освоить, это будет долго давать результат. Это сможет и тебя накормить, и еще другие поколения следующие. Было это комфортно? Абсолютно нет. Потому что мы жили в Ростове, эта клиника находилась в другом городе за 30 километров, мы молодая семья, машины не было. Два часа на дорогу в одну сторону, на автобусах, даже не на одном. И так какое-то время. Потом стало как-то все налаживаться, появился транспорт, но все равно. Но знаете, что было очень ценно? Был человек, который был заинтересован в том, чтобы я научился. В том, чтобы я освоил эту сферу. Совершенно для себя новую. Это практически как в бизнесе Амвэй, когда тот, кто вас приглашает, он заинтересован кровно в том, чтобы вы научились зарабатывать деньги. И тогда все гораздо легче. Не проще, но всегда есть поддержка. И вот то, что многих останавливает, бросить одно и начать другое, меня тогда не остановило. Наверное, я был к этому готов. Я считаю, что я не прогадал. И мы дальше развивались. Это правда. Мысли были все время на работе. И это был, наверное, какой-то такой сложный период в нашей семейной жизни. И я очень благодарен тому, что появился бизнес Амвэй, и появились примеры людей, которые живут по-другому. И появились эти книги, и появилась система Network 21 в нашей жизни. Потому что если бы не это, я не знаю, как бы мы сейчас живем. Я не знаю. Но бизнес есть бизнес. Я научился очень многому там. И именно благодаря стоматологии я познакомился с тем, как ведется бизнес в других странах. Потому что в один момент мы решили с моим партнером замахнуться на большее и создать такой стоматологический центр, которого тогда еще не было в городе, совсем другого уровня. И нужно было у кого-то перенять этот опыт. Нужны были большие деньги для того, чтобы начать. И на наше счастье один из западных инвестиционных фондов согласился поучаствовать в этом проекте. И от нас потребовалось очень много. Они требовали, чтобы мы все детально прописали, что мы хотим сделать, вплоть до того, какого цвета будет формула персонала. Нам нужно было очень детально все проработать. Они дали нам кредит, вошли в капитал, и мы радостно открыли новую клинику. Мы очень там много делали сами, своими руками даже, потому что ресурсов не было. Но мы открыли эту клинику в 98-м году, имея совершенно немаленький валютный кредит, который в августе вырос несколько раз. И если бы не было детально все прописано, если бы мы точно не знали, откуда у нас будут деньги и как это все должно работать, не было бы сейчас этого центра. И знаете, я тогда не знал, что это называется книга мечты. Я тогда не знал, что нужно точно ставить цели. Просто нам помогли, нас заставили это сделать. А здесь в бизнесе МВ я узнал, что да, нужно планировать точно, чего ты хочешь, нужно все писать, и тогда все будет получаться. Но когда Маргарита пришла и сказала, что вот нам предложили поучаствовать, да, я с радостью согласился, я сказал, хорошо, занимайся, не вопрос, потому что я понимал, что да, наверное, это предпринимательство работает, и сфера, да, товары такие, что они нужны в каждом доме, каждый день. Это имеет будущее, наверное, но к себе я абсолютно не применял такую возможность. И если бы не книги, если бы не диски, если бы не тот семинар, на который мы попали, да, большой викинг-семинар, возможно, мое мнение бы и не изменилось. Может быть, я также и был бы где-то рядом с этим бизнесом. Но благодаря тому, что я в этот зал попал, это отдельная песня, как мы туда ехали, у каждого есть своя отдельная история, как он попал на викинг-семинар. Сейчас, к сожалению, нет времени подробно об этом рассказать, но тот первый викинг-семинар, он стал для нас таким переломным моментом, потому что мы поменяли свое отношение к этому предпринимательству, и оно в системе наших приоритетов стало занимать очень важное место. Если вам ваши спонсоры предлагают или будут сейчас предлагать купить билет на викинг-семинар, ну, решать, конечно, вам, но мой совет, не отказывайтесь. Не отказывайтесь. Возможно, вам это тоже поможет улучшить жизнь. Потому что на том семинаре я увидел, что здесь речь не о стиральных порошках и не о зубной пасте или не о каких-то товарах. Здесь речь о том, что можно жизнь изменить. И не только себе, а еще и людям вокруг себя. Мне понравилась команда, мне понравилось то, о чем там говорили. И мы захотели тоже стать частью вот этого большого и замечательного бизнеса. Мы приехали, и это было сложно, потому что есть бизнес, который требует много времени и требует концентрации. Есть еще одна сфера деятельности. Я стал учиться тому, как перераспределить время, как найти время на бизнес-самбей в своем достаточно напряженном тогда графике. Мы стали работать, у нас, правда, много не получалось, и для многих людей было непривычно меня, например, видеть в какой-то новой сфере, с каким-то новым предложением. Это тоже было где-то, ну, не то, что морально тяжело, да, но это тоже нужно было пройти. Но знаете, мы хотели результатов сильнее, чем был дискомфорт. Понятно, приходилось делать какие-то вещи, которых мы раньше не делали, учиться им. И мы за два года достигли серебряного уровня, мы стали потом платиновыми, у нас появилась еще одна платиновая группа, она хорошо росла, были другие еще группы, и знаете, мы как-то так немножко, немножко застряли. Ну, а что, деньги платят, поездки есть, все хорошо, комфортно, но в этом бизнесе верхняя линия, она всегда помогает. И в один из моментов наша верхняя спонсорская линия объявили такой, дали такой вызов. Они сказали, в январе объявили, что по итогам финансового года в сентябре будет такая встреча для изумрудов и выше. Мы были на мероприятии, и нам сказали, что даже если у вас такая ситуация, что может быть, есть одна большая группа, платиновая может быть, а другая на уровне 15%, а третья может быть на уровне 12%, вы все равно можете в этом году достичь уровня изумрудного НПА. Мы так друг на друга посмотрели, это была наша ситуация. Но для того, чтобы выполнить эту квалификацию, нужно было очень много работы. И мы приняли этот вызов. Мы просто решили, что мы хотим там быть и готовы над этим работать. И то, что нам помогало, нам помогала вера в спонсорской линии. В нас верили больше, чем верили мы сами в себя. И это тоже долго рассказывать, но в этот период времени мы работали так, как никогда раньше не работали. Ни по количеству, ни по концентрации. И в августе мы достигли уровня изумруда, получили признание, получили, знаете, хорошее ощущение, что ты взял планку. И знаете, что еще я получил? Новые для себя такие ощущения, как предприниматель. Было много людей, которые радовались нашему успеху. Да, в традиционном бизнесе были достижения, но они немногих радовали. Когда ты сам совладелец и руководитель какого-то предприятия, вокруг тебя ну или совсем нет, или очень мало людей, которые тебе просто по плечу похлопают и скажут, молодец. Я даже в отпуск отпроситься не у кого. Но нам понравилось это ощущение, и мы, знаете, я считаю, сделали правильный шаг, мы решили не останавливаться. Мы решили с сентября начать квалифицироваться на следующий бриллиантовый уровень. И это тоже ничто не предвещало, но мы готовы были работать. Мы в себя поверили. Мы сказали об этом, объявили нашим спонсорам, что к августу мы достигнем уровня бриллианта. Они сказали, ребята, хорошо, молодцы. Но знаете, для команды было бы неплохо, если бы вы этого уровня достигли не в августе, а в мае. Потому что будет в июне большой уикенд-семинар, и признание новых бриллиантов, они всегда, да, это событие, которое украшает любой семинар, и вот было бы неплохо, если бы вы, ну, раньше на три месяца закончили эту квалификацию. Это осложняло задачу? Конечно, осложняло. Это для нас означало больше работать. Но мы всегда хотели быть такими в команде своих спонсоров, на которых они могли бы рассчитывать. И в мае мы достигли этого уровня, и есть такие кадры в жизненном видео, где дети еще маленькие, мы стоим на сцене. Я хочу сказать, что это изменило, это изменило нашу жизнь навсегда. Мы стали совсем по-другому себя ощущать, но даже не это самое главное для нас в бизнесе МВ, для меня. Я считаю, что это огромное счастье попасть в круг таких людей, которые уже выше тебя по социальному статусу, по имущественному, которые думают вообще по-другому, другими категориями. Огромное счастье для нас быть знакомыми с нашей верхней спонсорской линией, стать их друзьями, я не побоюсь этого слова. Понимаете, и дети наши с ними знакомы, и им есть с кого брать пример. Благодаря тому, что в нашей жизни есть Network 21, наши дети попали на это замечательное ранчо к Скипу-Росу, а у нас не было шанса вообще о нем узнать. Я верю, что у них совсем другая перспектива. И перспектива этого бизнеса, она открывается и открывается и открывается, и нет смысла искать что-то другое. И здесь еще очень долго есть куда развиваться и создавать такую команду, с которой и работать классно, и путешествовать, и какие-то сложности жизненные преодолевать. такое очень хорошее чувство. И вот я из-за этого, а Маргарита, а вот ты из-за чего? Интерактивная презентация. Я хочу закончить наше первое с вами знакомство словами, которые я услышала от одного бриллианта. Она сказала, что сейчас я в этом бизнесе из-за чувства. И да, мы пришли из-за каких-то маленьких вещей, просто они были для нас тогда сильными. Наши какие-то цели, они менялись в течение этих лет, а сейчас это правда, мы 7 лет уже как бриллианты, у нас уровень бриллианта основателя пока, и знаете, я в этом бизнесе из-за чувства. И я не хочу говорить банальности, но это так и есть, из-за чувства защищенности. Мне не надо искать новую работу. Мне не надо в моем возрасте еще в очередной раз собеседоваться, писать резюме, приходить доказывать кто ты, проходить испытательный срок. Если говорить о бизнесе, мне не надо опять искать новое направление, потому что это просело, или это уже сейчас не перспективно, или в этом сейчас много конкуренции. Я перестала бояться своих дней рождения. Я могу себе позволить в этом бизнесе становиться старше. Мы здесь, знаете, чем старше, тем лучше даже. Я в этом бизнесе из-за чувства значимости и уважения. Знаете, я не видела ни одного места, ну, может, я мало видела, я не знаю, но я не видела по сей день ни одного места, где бы тебе давали такое чувство признания. Что надо сделать в обычной жизни, чтобы ты вот так выходил, и тебя представляли, и так тебя встречали. Я вам хочу сказать, когда люди говорят, что признание для них не важно, лукавят, вот честно, да, потому что вот по детям это видно, вот мы вчера смеялись, в комнате, мы рассказывали, как вчера наш сын сдавал экзамен по фортепиано, знаете, как он сдавал? Он пришел к комиссии, положил цветы на стол, положил конфеты, потом положил свой похвальный лист из школы и тапель с оценками. И скажите, что никому не нужно признание, да, конечно, они уже с другим настроением его слушали, отличник, понимаете, он сегодня говорит, а как он сказал, сегодня у нас, когда у нас сегодня будет торжественная церемония празднования отличного окончания двух школ в этом году. Нормально? И я вам хочу сказать, вам понравятся красные дорожки, платье в пол, то уважение, которое вам будет показывать компания, то уважение, которое вам будут показывать люди, которые вас окружают, что самое главное, потому что чувство значимости, чувство уважения это такие базовые потребности людей. Я здесь из-за чувства, знаете, нет предела совершенства, но все-таки из-за чувства реализованности, да, что ты что-то из себя представляешь, такого внутреннего уважения, мне кажется, это тоже очень важно для всех, и для женщин, и для мужчин. Я здесь из-за чувства команды, знаете, мы здесь не делим деньги, мы их вместе зарабатываем, и это отлично, потому что это тоже редко где встречается, и это, знаете, такое чувство, когда ты прилетаешь домой в 4 утра откуда-нибудь из какого-нибудь путешествия, тебя встречает твоя команда, которая не была в этом путешествии, например, да, это чувство, когда эти люди рядом, когда тебе хорошо, когда тебе плохо, и ты рядом с этими людьми. Это, знаете, вот когда во взрослом состоянии, да, во взрослом возрасте, у тебя, ну, во взрослом это после 30, например, когда у тебя появляются новые друзья, да, с которыми ты потом как родственник, да, это влияние этой команды, да, наши дети растут среди успешных людей, которые позитивно мыслят, потому что, знаете, у нас не принято негатив, у нас как-то, знаете, ну, как-то так не принят негатив, ну, как-то не, ну, как-то не модно, да, не модно, модно быть позитивным, вот в нашем бизнесе как-то вот, это смотрят косо, когда ты вот это, я помню эту фразу в начале бизнеса несите негатив в массы, понимаешь, только начнешь возмущаться, ты так тихонечко несите негатив в массы, так понял, да, то есть, принято быть позитивным, знаете, принято быть целеустремленным, достаточно настойчивым, упорным, веселым, знаете, и вот в этой атмосфере росли наши дети, фактически, наш младший, он вообще прям родился в этом всем, уже слушал диски, там, до того и теперь после того же, как он родился тоже, он слушает диски, читает книги, он знает всех вообще звезд, вообще, да, он совсем, он считает, что это все наши друзья и правильно делает, да, он вообще говорит, ты когда-нибудь меня познакомишь с своим другом Джимом Доннолом, да, тоже такое было в нашей жизни, он вот на фотографиях и с Хансом Носхальдом, и я очень ценю это позитивное влияние на наших детей, это отлично, и знаете, я из-за чувства, что у нас есть время, что мимо меня не проходит жизнь, когда я сижу на работе, а я сижу на работе, знаете, я говорю, знаете, самое страшное, это лет в 40, в 50 очнуться и понять, что большой кусок жизни прошел, а ты на работе бился за чьи-то успехи, знаете, хорошо, если там за свои, но ты же там, знаете, если, говорит, это не твой бизнес, то и не твоя мечта, поэтому, это было, когда у тебя есть время на твоих детей, когда тебе есть время за них переживать, вот вчера он сдавал экзамен по фортепиано, с ним поехала сестра, потому что мы были на таком мероприятии, но у нас есть время прийти на любое собрание, водить его на все там его занятия, которые он много, что ему нравится, знаете, он много чем интересуется. И знаете, это когда, ну вот женщины, и мужчины могут, и папа, и мама меня поймут, когда ты понимаешь, что то, что ты не дашь в 3 или в 5, ты в 25 уже не догонишь, ты уже не дашь в 25 или в 20 то, что ты не дал ему в детстве. Это уже разговоры, ты не сможешь уже сесть и поговорить, потому что это надо было тогда говорить, это надо было тогда смотреть, как он в футбол играет, как он содрался и колени, а ты ему говоришь, что он молодец, понимаете, да? И это время, когда оно у тебя есть. Тут в этом бизнесе надо отдать время, но потом у вас будет чувство, что жизнь не проходит мимо вас. Я вам желаю, знаете, иметь хорошие чувства в жизни. И я вам хочу сказать в конце, что если вы решите, что это стоит того, то у вас хватит сил, у вас хватит ума и у вас хватит времени построить этот бизнес. Я желаю вам быть великими.